МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Читающая Чувашия в национальной библиотеке прошел республиканский форум, посвященный закрытию Года литературы. За здоровый Новый год Минэкономразвития и Роспотребнадзор предупреждают. Осторожно, пиротехника! Определены места для торговли петардами и фейерверками. 4732 многоквартирных дома необходимо отремонтировать в Чувашии в рамках программы капитального ремонта. Которая рассчитана на 2014-2043 годы. В 2014-2015 годах отремонтировано 266 домов. Реализацию госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсуждали сегодня на совещании с руководителями муниципалитетов. Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Безруков рассказал, что в программу капремонта на будущий год включены почти 400 многоквартирных домов. В сравнении с этим годом в полтора раза больше. Важно отметить, что в последние месяцы собираемость взносов возросла на 56%. В рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации программ Чувашская Республика занимает 19 место. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт мы наблюдаем последнюю положительную динамику. С июля 2015 года с 50% он увеличился на ноябрь месяц 2015 года до 106%. Но тем не менее есть ряд муниципалитетов, в которых проблема стоит очень остро. По итогам сбора взносов за декабрь 2014 года по сегодняшний день наименьший процент собираемости взносов, менее 40%, мы имеем в Алатровском, Янкевском, Севильском, Волнарском, Ядринском и Шумерлинском районах. Еще одна программа, которая реализуется в Чувашии – переселение из аварийного жилищного фонда. В целом на сегодняшний день по программе переселено 5100 человек. Если брать процентов пятилетней программы, это 38,5%. Первый этап реализации данной программы полностью завершен. Программа переселения завершена в 12 районах и городах. В четырех – дома на стадии ввода в эксплуатацию. В четырех – в Ядринском районе, Алатре, Шумерли и Чебоксарах есть опасения, что график может быть сорван. В республике целевые показатели программы выполнены на 65%. Также на совещании с руководителями муниципалитетов обсуждались вопросы развития доходной базы и привлечения инвестиций в экономику муниципалитетов. Алексей Андреев, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Читающая Чуваша – именно так называется республиканский форум, посвященный закрытию года литературы. Сегодня в национальной библиотеке собрались ученые, эксперты, работники культуры, образования, писатели и журналисты, чтобы обсудить итоги и планы. Памятник Алексею Крылову, мемориальная композиция меценатам и просветителям, акции «Стихи в кармане», флешмоб «Читай всегда, читай везде». Огромное количество открытий, презентаций и программ было сделано в год литературы. Например, в проекте «Читаем Нарске» приняло участие 29 стран, 45 городов и более 120 человек. Параллельно национальной библиотекой был реализован многоязычный видеопроект. Один и тот же отрывок из поэмы повторяли чтецы на 20 языках народов мира. «Имена писателей и поэтов Чувашии писаны золотыми буквами в истории мировой литературы. Мы гордимся нашими поэтами и писателями Константином Ивановым, о чем мы много говорили в течение года, Михаилом Сесвелем, Петром Хузангаем, Яковом Уксаем, Геннадием Айге. В Чувашской литературе есть новые авторы имена. Я хочу тоже их назвать. Ангелина Павловская, Римма Прокопьева, Арсений Тарасов и другие. И я полагаю, что мы еще сделаем многое для того, чтобы вот эти яркие имена, яркие личности, штучные личности, творческие личности появились в нашем обществе». Только в Национальной библиотеке столицы республики прошло более 5,5 тысяч мероприятий, в которых приняло участие свыше 200 тысяч человек. «Сегодня мы хотим подытожить все наши замыслы, идеи, проекты, которые реализовывали в этом году и подвести некую черту. Конечно, этим днем год литературы не заканчивается. Мы благодарны, что вообще такой год был объявлен. Мы работаем с литературой, хотим, чтобы люди читали». «Меценатство в Чувашии», «Хранители истории и мастера пера», «12 литературных симбирских апостолов», «Живые страницы», «Роль и значение литературы в современном обществе». В продолжении форума работали многочисленные дискуссионные и презентационные площадки. «В рамках программы «Литература без границ» и познакомился здесь с замечательным писателем Галиной Белгалес. На одной волне мы с ней написали книгу. Книга получилась очень добрая. И мы хотели сделать эту книгу, вернее, не хотели, а сделали, чтобы она помогала родителям воспитывать детей». Большое количество грамот и благодарственных писем получили участники форума. А специальная награда досталась детской юношеской библиотеке и театру «Кукол». Глава Чувашии вручил им ключи от «Газелей», оборудованных для перевозки инвалидов. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. К форуму читающие Чувашия приурочили и открытие нового памятника, посвященного Зиновию Таланцеву и всем благотворителям и меценатам. Три брата Таланцевых, гордость не только Ядринской, но и всей Чувашской земле. Зиновий Михайлович был депутатом Второй Думы, ученым и попечителем Нижегородского университета. Михаил и Николай поддерживали его в создании реального училища, женской гимназии, церковно-приходских школ. Мы все представляем, насколько было сложно по тем временам вот эти направления деятельности все-таки поднять и двигаться к прогрессу и развитию. Личными книгами Таланцевых могли пользоваться все жители Ядрина. Впоследствии часть коллекции досталась Национальной библиотеке, образовав фонд редких книг. Кстати, Чебоксарская либерия была создана 145 лет назад усилиями других меценатов и благотворителей. Так что выбор места для памятника не случайен. Автор композиции – известный скульптор Владимир Нагорнов. А сама установка памятника – еще один пример меценатства уже 21 века. Леонид Белов, директор историко-культурного комплекса «Усадьба братьев Таланцевых», на собственные средства изготовил и установил уже 12 памятников. Восстановил церковь и построил часовню. И еще один памятник открыли сегодня в Чебоксарах. На территории Свято-Троицкого мужского монастыря появилась фигура казанского архиепископа Гурия, известного как святителя. Известно, что первое упоминание города Чебоксара в официальных летописях датировано 1469 годом. Цитата хорошо известна. Во время похода воевода Ивана Руна на Казань войска ночевали на Чебоксарке, а от Чебоксаря шли весь день. Впрочем, большинство историков не бездоказательно утверждают, на месте Чебоксар поселение городского типа появилось около 800 лет назад. Но впервые оно было упомянуто в летписи в 15 веке. Это также верно, как и тот факт, что спустя 86 лет после первого упоминания в Чебоксаре приехал архиепископ Казанский Гурий и осветил место постройки будущего Кремля. Памятник работы скульптора Алана Гагаева запечатлел Гурия в миру Григория Руготина в момент, когда он осеняет место будущего Кремля Владимирской иконой Божией Матери. Ее история заслуживает отдельного внимания. Икона осталась в алтаре Веденского собора, и во время пожара, когда деревянный храм сгорел дотла, чудесным образом уцелела. И по сей день поклониться ей приходят верующие из всех уголков Чеваши. У жителей домов по улице Энгельса в Чебоксарах и учеников 4-й гимназии название «Два капитана» теперь ассоциируется не только со знаменитым романом Каверина. Так называется жилой комплекс, который, согласно проекту, должен появиться в нескольких десятках метров от школы. Вокруг строительства давно кипят страсти и скандалы. Объект, о котором собрались поговорить за круглым столом представители городской администрации, прокуратуры, жильцы, депутаты, был очень хорошо виден из окна. Пока это большой котлован, в который в свое время уже сползал забор гимназии номер 4. Но застройщик намерен построить здесь вот такой высотный комплекс. Когда о планах стало известно общественности, разгорелся скандал, который не утихает до сих пор. С предпринимателем Лапиным уже судилась столичная администрация, которая в свое время сама же выдала разрешение на строительство. На него жаловались педагогический коллектив, родители, жильцы близлежащих домов. Однако котлован по-прежнему на месте. А стройка не начинается только потому, что денег у застройщика сейчас нет, считают в администрации Чебоксар. Строительство до настоящего времени, я бы сказал так, что никакими ни вялыми, ни быстрыми темпами не ведется. В настоящее время тот котлован, который мы наблюдаем, по моему мнению, да и не только по моему мнению, по мнению общественности, создает реальную угрозу для жителей близлежащих домов и непосредственно для жизни и здоровья детей, которые обучаются в гимназии номер 4. Даже тот забор, который требуется для ограждения стройки, он в надлежащем порядке не выполнен. Нет для лежащего вида забор, сползающий грунт, высоковольтные провода на земле. За эти и другие нарушения застройщика не раз штрафовали. Штраф он не платит. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что мы будем ставить вопрос вообще о запреке строительства, поскольку застройщик не соблюдает элементарные нормы, скажем так, части именно соблюдения строительной безопасности. В гимназии обучается 970 обучающихся, и каждое утро, конечно, родители задают вопрос, что будет с тройкой. Что будет с тройкой? На этот вопрос я ответить не могу. Не дай бог что-нибудь случится, здесь виноват и не родитель, и не Лапин, а накажут, конечно, единственного. Это меня накажут, вплоть до наших, вот я представителей органов власти вижу, правоохранительных органов, прокуратуры. Накажете вы меня, накажете, и может быть и посадите еще, всякое может быть. Поэтому мой призыв, помогите разобраться с этой строкой. Дети же, как бы в подтверждение ранее сказанных слов, приспособили стенки котлована под горки. Кстати, сам Алексей Лапин на собрание не пришел. У него уважительная причина, ему необходимо было присутствовать на заседании суда. Застройщика обвиняют в мошенничестве. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. В Чувашии за последний месяц из-за отравления суррогатным алкоголем умерли три человека. Все они употребляли ром с этикеткой Бакарди, который приобретался вне магазинов. Сейчас правоохранительные органы изучают каналы поставки, заведено уголовное дело. Накануне новогодних праздников возможность появления суррогатного или контрафактного алкоголя вызывает беспокойство у многих. Около тысячи человек в 2015 году отравились алкогольной продукцией. 278 из них погибли. Такую нерадостную статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора. Каждый случай отравления тщательно расследуется. За 11 месяцев текущего года мы проверили более 300 объектов организации общественного питания и торговли. В 74 из них выявлено нарушение. Но правда нарушение санитарного законодательства и закон о защите прав потребителей. В лабораториях мы проверили более 400 проб алкогольной продукции. На соответствии техническим регламентам, стандартам, несоответствующих образцов не выявлено. Минэкономразвитие Чуваши установило минимальную цену на ликероводочную продукцию заводского происхождения. Качественная водка не может стоить меньше 185 рублей. Бренди 293. А коньяк 322 рублей за пол-литра. Специалисты рекомендуют при покупке алкоголя обязательно спрашивать лицензию и сохранять чек. С 1 января 2016 года в силу вступают изменения в федеральный закон о госрегулировании производства и обороты тилового спирта. Магазины, торговые сети и индивидуальные предприниматели будут обязаны вносить сведения в единую систему. Система призвана создать препятствия для реализации контрафактной продукции. Каждый покупатель, оплативший алкогольную продукцию, будет получать чек, определенный слип, на котором будет записан код. И с помощью мобильного телефона он сможет также проверить о том, что данная алкогольная продукция зарегистрирована в указанной единой информационной системе. Проследить и проверить торговые сети и магазины несложно. Они дорожат своей репутацией и вряд ли будут реализовывать контрафакт. А вот покупка алкоголя через интернет вопрос серьезный. Здесь гарантии никто не дает. Именно через всемирную паутину, по мнению следователей, и распространяется смертоносная жидкость, из-за которой только в Чувашии за несколько дней умерли три человека. Есть случаи реализации алкогольной продукции через интернет или через неустановленные лица. И таксисты, говорят, продают. В таких случаях воздержитесь. Говоря об интернете, можно сказать, мы получили поручение Роспотребнадзора о проверке сайтов, которые предлагают приобретение алкогольной продукции дистанционным способом. Мы выявили уже семь сайтов таких. Правда, они зарегистрированы в городах Москва и Санкт-Петербург. Материалы передали в Роспотребнадзор для принятия мер. В Роспотребнадзор материалы передают в суды. Но лучше всего отметить праздники без алкоголя. Это и безопаснее, и дешевле. А культурная программа на новогодние каникулы достаточно разнообразна. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев. Республика. Жители России теперь могут оформить второй загранпаспорт в дополнение к уже имеющемуся. 15 декабря вступили в силу изменения в федеральный закон. Согласно закону, второй загранпаспорт может быть только биометрическим и сроком действия 10 лет. Его оформление сделали максимально простым. Подать документы можно в 11 отделениях управления Федеральной миграционной службы Пучуваши и в МФЦ города Чебоксары. Для получения паспорта гражданин представляет свой внутренний паспорт, квитанцию по оплате госпошлина в размере 3500 рублей, мужчины от 18 до 27 лет, военный билет при наличии и заграничный паспорт имеющийся. Процедура подачи документов упрощена до нельзя. Заявление оформляет сотрудник миграционной службы. Фотографирование осуществляется в миграционной службе. Это позволяет гражданам иметь на руках два действующих заграничных паспорта. То есть, если один срок действия подходит к концу, второй еще имеет паспорт большой срок действия. Во-вторых, это облегчает получение виз в иностранных государствах. За несколько недель до Нового года в Чебоксарах увеличилось количество торговых точек по продаже пиротехники. Правда, реализовывать такую продукцию разрешено далеко не везде. Какие требования приявляют предпринимателям и часто ли выявляются нарушения, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Магазины по продаже пиротехники сотрудники МЧС посещают каждый день. В этом небольшом отделе петардами, фейерверками и салютами торгуют уже три года. Директор говорит, что пиротехнику он приобретает только у проверенных поставщиков. Сейчас сотрудничают с китайскими производителями. Не просрочены. Проверки, в принципе, каждый год все проверяются, все в порядке. Любой магазин по продаже пиротехники должен быть оборудован датчиками дыма и огнетушителями. Выставлять взрывоопасную продукцию на показ предприниматели обязаны только в застекленных витринах. К тем, кто реализует пиротехнику, предъявляют самые жесткие требования. Любая продукция, вплоть до безобидных бенгальских свечей, должна сопровождаться вот таким сертификатом. Продавать пиротехнику в палатках на улице запрещено. Требованиям инспекторов МЧС такие места не отвечают. Это же порох. Он царевает, а потом уже может либо выстрелить неправильно, либо выстрелить так, что всем мало не покажется. Может, только под витрин обязательно. То есть, даже в уличной торговле, в принципе, там есть свои правила. То есть, они все на улице не разрешены торговать. Торговать на свежем воздухе можно только хлопушками и конфетти. Но, как показывает практика, пиротехника на уличных прилавках все-таки появляется. Таких предпринимателей наказывают строго. Профилактические ряды. Появляем данных нарушителей вместе с сотрудниками отдела полиции. И привлекаем данных нарушителей комментированной ответственности в виде штрафа. Максимальный штраф для юридических лиц 30 тысяч. Карательные меры действуют, отмечают в МЧС. С каждым годом нарушителей правил продажи пиротехники становится все меньше. Медрик Ковалев, Иросль Мухаметов. Республика. В воскресенье в Чебоксарах ожидается потепление. Горячие ритмы танго и динамичного барокко в исполнении питерского музыканта Александра Метенева растопят даже самые холодные сердца. Наши корреспонденты побывали на репетиции знаменитого бандониониста и узнали, что же ждет зрителей на представлении. Это бандонион. Многим жителям нашей страны он даже неизвестен. Инструмент представляет собой небольшую гармонь. Бандонион был в ходу в Аргентине в 19 веке. В новый свет его завез моряк и обменял за бесценок. И если бы не эта рядовая сделка, латинская танго вряд ли бы стала столь популярным и известным. Александр с детства мечтал о бандонионе. Когда выпала возможность приобрести инструмент, купил гармонь за все имеющиеся деньги и ни секунды не жалеет о поступке. Я считаю своей миссией играть новую музыку на этом инструменте. Ведь время течет, меняется, новые композиторы пишут новую музыку. И этот инструмент достоин большего, чем он является сейчас. Это серьезный инструмент для исполнения камерной музыки. Можете рассказать, какая душа у вашего инструмента? Это точно мужской характер. Он любит хороший табак и виски. Танго – это танец об отношениях мужчины и женщины. Мужское начало бандониона смягчает звучание струнных и клавишных инструментов камерного оркестра филармонии. Замечательный опыт для нас. И музыканты замечательно воспринимают очень остро, живо так его творчество. И мы на одной волне. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Республика. Голос души – это музыка. Она всегда для одних была источником вдохновения, для других – спасением от плохого настроения. Помочь юным талантам реализовать себя призваны музыкальные школы. Музыкальная школа номер один отметила свое 95-летие. С днем рождения, и я, и я, и я, и я, и я, и я, поздравляю тебя. 95 лет исполнилось старейшей музыкальной школе по Волжье. За такой немалый срок из стен учебного заведения имени Максимова выпустилось большое количество знаменитых музыкантов и композиторов. Филипп Лукин, Виктор Хадзяшев, Виктор Галкин известны далеко за пределами родной Чувашии. Нынешние ученики – участники многочисленных конкурсов и фестивалей различного уровня от городских до международных. Наши ученики, я бы сказал, они молодцы. Ежегодно где-то 100 детей становятся лауреатами в российских международных конкурсах. Я бы им пожелал творчества, творчества, еще раз творчества, чтобы у них всегда было много хороших произведений, которые они играют, чтобы они всегда с блеском исполняли на разных международных конкурсах. Классы скрипки, габоя, волторны, трубы, фортепиано, флейты, кларнета. В школе номер один огромный перечень различных музыкальных направлений. Я очень люблю петь. Меня очень хотела петь бабушка отправить. Я же занимаюсь пять лет пением и занимаюсь в коллективе «Глория». Я очень хочу дальше заниматься вокалом и стать певицей. Обычно детей в музыкальную школу приводят родители. Редко кто из юных музыкантов берут за руку свою маму и говорят «я хочу в музыкальную школу». Но здесь есть и такие. Я учусь в школе уже пять лет, с подготовишки, если считать. Но я захотела сама идти в музыкалку, потому что мне нравилось, как артисты выступали, пели, играли на инструментах. Но я захотела петь. Когда ребенок выступает, я сильно не волнуюсь, потому что наш преподаватель готовит хоровой состав очень хорошо. И я считаю, что на сегодняшний день наш хор «Глория» лучший в городе. Пусть это будет не скромно, но это мое личное мнение. Поздравить любимую школу с днем рождения пришли и ученики, и выпускники. Я хотела на фортепиано, но потом были такие моменты, когда не хотелось заниматься, но все равно в конце года я поняла, что аккордеон – это все. Высокая квалификация педагогического состава, традиции, заложенные великими мастерами чувашской культуры, талантливые ученики. Все это сложило престиж самой первой старейшей музыкальной школы республики. В Новочебоксарске завершился всероссийский турнир по вольной борьбе за призы Героя России и генерал-лейтенанта авиации Николая Федоровича Гаврилова. В соревнованиях среди мужчин и юношей 15-16 лет участвовали сборные команды из 16 российских регионов. Поболеть за спортсменов в Чувашию прибыли Герои России, ветераны авиации, олимпийцы, известные артисты. Участников турнира поприветствовала глава Чувашия. Это очень значимо для всех нас, потому что этот спортивный праздник приносит очень много положительных эмоций, патриотических чувств, вырабатывается у каждого человека характер. Накануне прошли предварительные и утешительные поединки во всех весовых категориях, по итогам которых определились участники финальных схваток. Среди мужчин за медали боролись Петр Корзанов и Алексей Еремеев. Оба взяли золото. У юношей в финал вышли 7 представителей Чувашия. Также получив награды разного достоинства. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До свидания. Удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова